Привет всем друзья, сегодня с вами снова Владимир. В прошлый раз мы говорили с вами о том, как безвозвратно удалить данные с персонального компьютера на базе iOS Windows, чтобы злоумышленники не могли восстановить ваши личные фотографии, документы и видео и различные другие файлы. Тогда мы с вами затирали жесткие диски. Сегодня поговорим об обратной стороне медали. Сегодня рассмотрим процесс восстановления удаленных данных, если на компьютере не проводилась чистка жестких дисков, а именно их не затирание. Итак, давайте пройдем на диск X. У меня там хранятся видео, которое я скачал с интернетом. И на их примере мы, в принципе, и попытаемся восстановить файлы. Раздел Movies. И вот здесь вот два ролика, рассказывающие о том, как снимали фильм Чужой. Давайте запустим их, просто чтобы убедиться, что они полностью рабочие. Я отключу звук. И, в принципе, ну, с точки зрения файловой системы, эти файлы полноценные, потому что они нигде не обрубаются. Здесь имеется также звук. Давайте включим его. Так, отнимая пустая. Вот. То есть файлы нормальные, полностью рабочие. А теперь мы возьмем и удалим их. Причем удалим не в корзину, а удалим без возврата. Ну, так полагает Windows. Удалил я два файла специально, чтобы показать. Ну, в принципе, поясню позже, да. У среднестатистического пользователя начинается паника, потому что он мог удалить очень важные документы. Ладно, я удаляю фильмы. Он мог удалить фотографии со свадьбы. Какую-то любую другую информацию. Я не буду описывать сценарии. Я уверен, вы сами более чем прекрасно понимаете, да, какие последствия могут быть от такого халатного действия. Запускаем программу Recue. Она от такого же семейства, как и CCleaner, которая была в прошлом выпуске. Более того, у этой программы один и тот же разработчик и издатель. Поэтому она также распространяется для домашнего пользования абсолютно бесплатно и поддерживает русский язык. Итак, сейчас это расширенный режим. Режим опытного пользователя. Мы рассмотрим с вами пример на примере запуска мастера. Потому что если я с помощью просто мастера смогу объяснить принцип работы данной программы, и позже вы сможете спокойно перейти в режим расширенного пользователя. Итак, какие типы файлов мы хотим восстановить? Ну, это было видео. Я, в принципе, и выберу видео, только чтобы сократить время анализа. Анализа именно самой программы жесткого диска. Другое дело, если вы не знаете, какого расширения был файл, вы можете использовать параметр все файлы. Либо конкретно включить сортировку картинки, это все графические файлы, музыка, документы. Сжатые это сип-архивы, рар-архивы и электронная почта. Это можно указать каталог, где находится Thunderbird. И при желании восстановить удаленные письма. То есть, отток экспресс и Windows Mail. Выбираем видео. И давайте постараемся указать сразу точное местоположение. Еще раз говорю, почему я делаю так все точно, стараюсь указать. На самом деле, все очень просто. Эта программа может искать и по 40, и по 50, и даже по полтора часа времени файлы. Чем меньше у нее информации, тем дольше будет поиск. Я же просто хочу сократить время записи подкаста. Тем более, никто, я думаю, не захочет ждать в течение часа. Так, фильмы. И вот, кстати, папка чужие, да, где и находились эти файлы. Жмем далее. Можно включить углубленный анализ. Это, в принципе, нужно не всегда. Но бывает такая ситуация, что, допустим, было 10 файлов. Программа нашла только 3 или 4. Тогда нужно включить углубленный анализ. Поиск будет в 2-3 раза дольше, но зато он найдет именно те файлы, которые были потеряны в конечном результате. Я не буду пока включать углубленный анализ. Я уверен, он справится... А, да, ну вот, я уверен, он справится и так. Вообще, да, вот то, что сейчас поиск произошел буквально в считанные секунды, я поясню почему. Все очень просто. Я указал точное местоположение, где находился Филип. Я указал, что это был Филип, то есть расширение файла. Это было видео. Я указал конечный каталог, и поэтому он мгновенно провел поиск, тем более там всего было 2 файла. То есть это было сделано мною умышленно, я поясню. Я снимаю этот видео выпуск, видео инструкцию, вообще по счету уже третий раз, потому что до этого я пробовал снять видео, когда я удалял файлы со своего FTP-сервера. Мой FTP-сервер здесь около 300 гигабайт файлов. То есть, ну я тоже указывал конкретную папку Movies, но там очень много фильмов, плюс там имеются скрытые папки, и поиск длился в течение там 10, 15, 40 минут. Я просто забивал и думал, ладно, сниму дальше, попробую как-то покороче сократить поиск, и укажу конкретно все, где мало файлов, мало всего. Вот, ну давайте еще раз посмотрим. То есть, на самом деле это идеальный сценарий, да, в большинстве с вами вам придется ждать минут 30-20. Вот, жмем обновить, то есть пусто. Давайте нажмем на правой клавише мыши, посмотрим свойства. И тут ничего нету. То, что 92 килобита, я знаю, что это за файл, он один файл скрытый, это файл, как это называется, эскиза, да, файл эскиза, он просто не отображается, как скрытый файл. Но он весит 92 килобита отнюдь. Да, вот, теперь поговорим о том, прежде чем восстанавливать файл, я хотел бы еще вам просто пояснить, просто от себя лично, чтобы упростить вам задачу и как-то вас предостеречь. Итак, смотрите. Если вы удалили файл, обратите внимание, здесь сказано следующее. Перезаписанные кластеры не обнаружены. Что это означает? Вот, кстати, из-за этого состояние файлов отличное. Если вы что-то удалили с папки, ни в коем случае, вот ни в коем случае ничего туда не записывайте, не надо. Потому что, может, будет перезаписан кластер и информация будет повреждена. А вообще программа Recue, она работает в трех градациях. Вот то, что сейчас зеленый, да, это считается самым удачным сценарием. Но также бывают желтый и красный. Я поясню. Желтый это вероятность в процентном соотношении от 50 до 75, что файл можно будет восстановить. И красная градация это меньше 50%. То есть, ну, я такие файлы сколько раз не пробовал восстанавливать, все равно ни разу не получалось. Вот. Чего еще не следует делать при случайном удалении компьютера? Ни в коем случае не перезагружайте винду. Если вы перезагрузите, то можете смело рассчитывать, что программа будет все файлы находить в градации желтого цвета. То есть, что 50 на 50. Может восстановит, может нифига не восстановит. Вот. Но я, в принципе, ничего не перезаписал, не перезагружался, поэтому все более чем удачно. И общий размер файлов это... Ну, в принципе, оба фильма весят 330 и 400. Вот. И давайте восстановим оба файла. Еще, программа вам сама подскажет, то есть, если бы я восстановил файлы в той же самой папке, она сказала, что вероятность будет очень мала. То есть, это нежелательно. Поэтому я восстановлю файлы на жестком диске. Почему нежелательно восстанавливать в том же самом каталоге? Потому что, получается, он будет пытаться восстановить файлы из этого каталога и пытаться же будет их там же перезаписать. То есть, это уже, получается, какое-то сопротивление, какое-то противостояние. То есть из-за этого процесс восстановления может сбиться и файл восстановится некорректно. Во-первых, я хочу еще просто сказать, пока восстанавливается, что программа Recue это не панацея. То есть 100% она гарантии никогда не даст. То есть точно сейчас вот так удачно, потому что я сократил поиск, я соблюдил все правила. Но бывают такие моменты, когда файл, вот я сказал, в желтой градации. Его тоже следует все-таки, я вам советую, попытаться восстановить. Потому что было такое, что он восстанавливал видеофильм, но в видеофильме отсутствовала звуковая дорожка. То есть вроде бы как неполноценный файл, но видео восстановлено уже неплохо. То есть можете потом сами наложить музыку. А когда красная градация, то есть это могут быть фотографии, которые вы попытаетесь восстановить, но на фотографии будет просто половина черная и какие-то обрезки. То есть изображение будет полностью разрушено. То же самое касается и видеофайлов, ну а документы Word обычно вообще не открываются после красной градации. В принципе мы все сделали. Давайте запустим фильм и посмотрим, будет ли звук, будет ли он обрываться. И второй. Итак, в принципе я эти фильмы смотрел, мне они не нужны. Вот, скачал их с YouTube. Ладно, теперь просто давайте пройдемся по основным правилам. То есть программа Recue, ссылка будет в описании к видео. Заявлю сразу, это не 100% панацея. То есть, на самом деле меня программа очень часто выручала, особенно когда я писал дипломную работу и по глупости не сделал резервную копию, кое-что удалил. Просто мне очень нужно было. Вот. Восстановил с помощью этой программы. Но восстановил не все. То есть, если так в соотношениях, там из 10 нужных мне файлов смог восстановить 7 и все равно был рад. Потому что все равно это какая-то информация. Дальше, есть 3 градации. Красная, зеленая, желтая. Если зеленая и желтая, можете смело пытаться восстановить файл. Красная градация, я бы вам просто не советовал в пустую тратить время. Дальше, если что-то удалили, мы в эту папку больше ничего не записываем. Пока не восстановим файл, если такая необходимость есть. И ни в коем случае не перезагружаем компьютер. В принципе, больше никаких советов дать не могу. Режим расширенного пользователя, это по сути все то же самое. Только там вы вручную задаете расширение файлов. То есть, допустим, TIFF, DOC и какие-нибудь другие экзотические расширения вы можете задать вручную. То есть, в принципе, больше ничего вот такого расширенного в режиме опытного пользователя нет. Ну, плюс просмотр. Но это тоже не столь ключевая функция. Надеюсь, я помогу многим из вас, которые по глупости что-то удалили. С вами был Владимир. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Дальше будет только интереснее. Всем пока. До скорых встреч и успехов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok